МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь 4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Праздник тружеников села в Мозыре состоялись областные дожинки. Экологическая безопасность и дополнительная статья от доходов. Стратегия обращения с коммунальными отходами. Тема воскресного интервью. Человек на земле. Наши корреспонденты пообщались с лауреатом премии Человек года Сергеем Довгяло. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие 26 минут. 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. На церемонии присутствовали высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных органов власти, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта. В соответствии с Конституцией страны, президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания. Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности. Эти слова Александр Лукашенко произнес на белорусском языке. Затем подписал акт о принесении присяги. А после председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь. На Гомельщине подвели первые итоги сельскохозяйственного года. В Мозыре прошли областные дожинки. Областной праздник тружеников села принял красивый и обновленный город. Вообще жители Гомельщины привыкли к более поздним срокам проведения дожинок. В отличие от других областей мы дожидались завершения работ по уборке кукурузы и некоторых других культур. В этом же году традицию решили изменить. Из города над Припятью передают наши корреспонденты. С самого утра в субботу на центральной площади Мозыря развернулся настоящий гастрономический фест. На многочисленных подворьях что-то жарилось, варилось и пеклось. Гостей праздника собирались встречать максимально хлебосольно. Причем каждый повар обязательно утверждал, что его блюдо чрезвычайно вкусное. И не важно, кто его приготовил, представитель мясокомбината или учебного заведения. Очень вкусно. Рыба, сама основа рыба, картошка и приправа. А рыба какая? Вся речная, озерная, карпы, штуки. Дожинки – это не просто праздник с подведением итогов сельскохозяйственного года, но еще и выставка достижений региона. С демонстрацией как уже традиционных отраслей, так и новых перспективных направлений. В частности, овцеводство и пчеловодство. В этом году на Гомельщине началась реализация проекта, конечная цель которого – обеспечить все население качественным медом. Мы пытаемся продвинуть продукты пчеловодства, чтобы пасечники увеличивались в разы, чтобы мед был доступен всем и каждому. Мы хотим обучать пчеловодов, производить оборудование для пчеловождения. То есть это и улья, рамки, эпидомики, то есть здоровье в каждый дом. Сельское хозяйство – отрасль особая. От результатов ее работы напрямую зависит продовольственная безопасность страны. Сегодня население Беларуси полностью обеспечено качественными продуктами питания. В подтверждение всего несколько цифр. Ежедневно жители Гомельской области покупают 375 тонн молочной продукции, 70 тонн колбасных изделий, 200 тонн мяса птицы и около миллиона яиц. В свою очередь, сельхозпредприятия, достигающие высоких темпов производства, могут обеспечить своим работникам достойный уровень жизни. Если чисто переводить тему на отрасль сельского хозяйства, то Музырский район является флагманом у нас на Гомельщине. Хотя, конечно, есть еще резервы достижения, увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных, увеличение урожайности. Ну а то, что касается зерноуборки, то, учитывая то, что у нас есть арендованные площади в Наравлянском районе, то у нас 106,5% роста валового сбора зерновых колоссовых к уровню прошлого года. Поэтому я считаю, что при такой засухе это достойный результат. Средняя заработная плата за 9 месяцев этого года у нас по хозяйству составила 1500 рублей. Ну и натуроплата, я думаю, что многие в нашей области знают, потому что нашему примеру следовали многие хозяйства. Это хороший социальный пакет в виде натуроплаты. То есть то, что мы производим, все это имеют в первую очередь наши работники. Кстати, во время проведения нынешних областных дожинок директор совхоза комбината «Заря» Олег Слинько и директор сельхозпредприятия «Полесье Агро» Михаил Копинский награждены грамотами администрации президента Беларуси. Профессионализм и целеустремленность – это, пожалуй, главная составляющая успеха аграриев. Хотя никто не будет спорить, без современных технологий надеяться на высокую производительность очень сложно. В Беларуси действительно есть, чем гордиться в этом плане. Выставка, организованная в рамках областных дожинок – еще одно подтверждение тому, что отечественная сельхозтехника находится на уровне лучших мировых аналогов. «Гомсельмаш» является лидером производителей сельхозтехники, которая пользуется спросом практически во всем мире. Мы входим в пятерку самых крупных предприятий, которые изготавливают аналогичную технику. Наши основные поставки, естественно, это Республика Беларусь, где около 80% всего парка техники является гомельской. Конечно, благодаря и президенту Республики Беларусь, который нам в трудную минуту помог и принял стратегические решения, мы на сегодняшний день уверенно чувствуем себя. И я знаю и понимаю в нашей коллективе, что мы не подведем. Наши аграрии будут довольны нашей техникой. Награждение победителей – пожалуй, главное мероприятие дожинок. Лучший по производству зерна – Жлобинский район. Темпы роста волового сбора за последние три года достигли 130%. Лучшее хозяйство в этой номинации – опытная база «Кроничная» Мозерского района. Почти треть экипажей комбайнеров собрали более тысячи тонн зерна. Победителем с результатом 2674 тонны стал экипаж Ивана Вырвича из агрокомбината «Холмич» Реческого района. Лучший водитель по перевозке зерна – Григорий Молочка из акционерного общества «Чимериский» Брагинского района. 2457 тонн. И, пожалуй, самый главный результат, на который работал весь регион. Урожай зерновых в 2020-м на треть больше прошлогоднего. В текущем году мы получили больше урожая, чем в прошлом году. Больше на 30% и намолотили более 915 тысяч. Конечно, когда мы посмотрели и вернулись к истории этих лет, увидели, что помещено может молотить и более миллиона. Поэтому на сегодняшний день мы, конечно, не останавливаемся на этом. И уже закладываем урожай следующего года. Наша задача – молотить не менее миллиона тонн в следующем году. В какой-то мере областные дожинки в Мозере можно назвать первым этапом подведения итогов нынешнего сельскохозяйственного года. Продолжается уборка кукурузы, а это значит, что на Гомельщине еще будут новые победители, которых также ждут награды и заслуженное признание. Влаги в августе недостаточно было. И, конечно, первые морозы, которые были в мае, они, конечно, повлияли. Но мы себя не останавливаемся и ставим задачу, конечно, и больше намолотить. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерий Гопанько. Новости недели из Мозыря. Вы смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Мы говорим о главных событиях уходящих семи дней. Программа продолжит обзоры от службы информации. Гомсельмаш в январе-августе этого года нарастил объемы производства в полтора раза. На этом сделал акцент генеральный директор предприятия Александр Новиков на торжественном собрании ко дню машиностроителя и 90-летию завода. В этом году работать пришлось далеко не в простых условиях – пандемия коронавируса, трудности в мировой экономике. Тем не менее, за восемь месяцев мы смогли нарастить объемы производства, увеличить экспорт и поступление валютной выручки, отметил Александр Новиков. В нынешнем году предприятие в два раза увеличило поставки комбайнов в Молдову. Больше машины отправили в Россию, Казахстан и Узбекистан. Открыли и новые рынки – Армению и Зимбабве. В этом году на поля страны вышел новый комбайн КЗС-3219, расширена партия газомоторных агрегатов. Председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей высоко оценил вклад коллектива предприятия в развитие промышленного сектора и сельскохозяйственной отрасли. Лучшим работникам предприятия вручили заслуженные награды, а также присвоили звание «Почетный Гомсельмашевец». Исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пеневич представил коллективу Гомельского государственного медицинского университета «Нового ректора». Им стал доцент кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Стома. Он окончил лечебный факультет БГМУ. По специальности врач-инфекционист. Помимо научной работы и преподавания, работал врачом в Минской инфекционной больнице. В 2020 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Дмитрий Пеневич также поблагодарил за добросовестный труд бывшего ректора вуза Анатолия Лызикова, возглавлявшего коллектив с 2007 года. В целом Гомельскому университету он посвятил 20 лет. Городской поселок Камарины отметил день освобождения от оккупантов. У памятника воинам-освободителям прошел торжественный митинг. 77 лет назад Камарин стал первым населенным пунктом Беларуси, освобожденным от фашистов. Это произошло 23 сентября во время Черниговско-Припятской операции. Более чем 20 воинам, которые здесь сражались, было присвоено звание Героя Советского Союза. Малышам, родившимся 21 сентября, вручили сертификаты детей мира, а их мамам – цветы и денежные подарки от Гомельского регионального отделения Белорусского фонда мира. Всего в минувший понедельник в родильных домах области появились на свет 42 ребенка. Из них 22 в Гомеле. Кстати, всего за 17 лет проведения акции, поздравлений и подарки получили почти 700 семей Гомельщины, которые отмечают день рождения своих детей 21 сентября, в Международный день мира. Судьба небоскребов мусора. Вот-вот полигон отходов в Речицком направлении будет закрыт. Что придет ему на смену? Как будет выглядеть новый мультикомплекс по сбору, сортировке и переработке отходов, задача которого – охватить практически всю территорию области. Об этом масштабном проекте и других полезных экспериментах по схеме из отходов доходы в интервью программе рассказал заместитель директора предприятия «Спецкоммунтранс» Александр Никонов. В среднем в год в Гомельской области образуется около 600 тысяч тонн отходов потребления. Со временем тысячи превращаются в миллионы тонн и целые небоскребы мусора. Александр, специалисты знают, что с этим делать? Для этого они специалисты, что знать, что делать. Проблемнее всего, наверное, это переработка полимеров. Почему сейчас государственная программа уйти от полимерных отходов и прийти к бумажной? Бумажная упаковка легче перерабатывается. И все-таки актуальная «Собери макулатуру и спаси дерево» – она всегда актуальна была и в Советском Союзе, и у нас. Полигон отходов в Реческом направлении вот-вот будет закрыт. Что придет ему на смену? На смену ему уже придет Гомельский областной региональный центр, который объединит несколько районов, Гомельский район и весь город Гомеля хватит. То есть по мощности, если сейчас существующий завод 30 тысяч тонн, то представьте, будет региональный центр 230 тысяч тонн. Это будет мультикомплекс? Это не только центр по сбору, но и центр по переработке отходов потребителей? Совершенно верно. Это будет региональный центр по обращению с отходами. То есть там и сортировка, и переработка, и утилизация отходов будет. И второе, что тоже важно, если раньше каждый район занимался отходами самостоятельно, то сегодня большую часть Гомельской области будет охватывать этот новый центр. Региональный центр по обращению с отходами – это уже мировая практика, чтобы объединить на крупных заводах. Все-таки есть и специалисты, и технологи, и во-вторых, это все-таки экология. Представьте, что создание регионального центра по обращению с отходами позволит удалить все мелкие полигоны, освободит и рекультивирует все эти земли. Сколько мини-полигонов, районные полигоны – это все будет закрыто. Это будет первый в стране такого плана центр? Я думаю, их по республике будет 19, но наш, наверное, будет первый все-таки региональный центр. Это правда, что еще и 10 лет назад, и сегодня в Гомель приезжают за опытом работы с коммунальными отходами. Что мы делаем лучше других в этом плане? Ну, не только к нам ездят, и мы ездим. Мы стараемся тоже где-то технологии освоить, где-то подсмотреть. Но что мы лучше делаем? Это мы больше объема перерабатываем полимерных отходов, наверное, все-таки. Процент от сбора? Да, да. И переработка полимерных отходов. Именно вот эти полиэтилен, полипропилен отходы. Самые токсичные? Самые токсичные, да. Мы не пускаем их на полигон. Из отходов доходы. Что сегодня в Гомеле производят из вчерашнего мусора? Ну, если мы посмотрим на отходы, которые образуются даже в наших жилых помещениях, квартире, элементарные виды отходов, рядом лежат готовые изделия, уже произведенные из этих отходов, именно полимерных отходов. Изделия, которые получили вторую жизнь? Да, вторую жизнь. Из коммунальных отходов то, что мы выбросили в квартире, полимерные отходы, то есть это вот полиэтилен, это вот баночки, косметика всякая. Вот получились уже горшочки, техническая труба, фиксаторы, универсальный баночный клюш, который тоже в обиходе у нас на кухне всегда присутствует. И это только то, что вы смогли внести в студию? Ну да, это, так сказать, это мелкие изделия. Самые крупные и самые, которые, наверное, больше спросом пользуются, это наши полимер-песчаные изделия, это колодцы канализационные. Они уже не только канализационные, мы уже разработали и технологические колодцы. Вот сейчас они на экране. Да, 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 да. Вот видите, какой массовый выпуск. Это все делается из двух видов отходов. Это полимерные отходы и отходы отжига земли центролита. То есть два вида отходов соединяются. Это и столбики декоративные, и цепочки декоративные, и плитка тротуарная, бордюры тротуарные. Плитка, причем разных видов тротуарная делается. А она безопасна, спросит сейчас зрителя? Вот если, например, для дачи, для сада? Ну, она, наверное, долговечная и самая безопасная, потому что она уже прошла рециклинг, ее уже переварили. Все вредные источники оттуда уже удалились при температуре 280 градусов. Что касается цены? Цена, да, она немножко выше, цена обычная, но она за счет того, что долговечная, цена оправдывает себя. То есть наша плитка, эти колодцы, они до 50 лет гарантия. Представьте, ни один бетонное изделие 50 лет не дает гарантии, что оно выдержит, а наши изделия выдерживают. Сделано действительно немало. И все-таки, я думаю, что максималисты скажут, можно было бы перерабатывать все больше. Уверен, среди этих максималистов и вы сами. Мы сами максималисты, мы ждем с недерспением открытия регионального центра по обращению с отходами. Все-таки, если сейчас уровень использования существующего производства 58% на выходе, так, использования отходов, то представьте, с 230 тысяч тонн, какой уровень будет. И все-таки максимализмом, максимализмом, а если не будет заинтересованности первого звена, я сейчас про нас с вами, людей, которые вносят каждый или через день мусор, то и эффективность будет ниже? Ну, понимаете, я вот много опыта из Европы привез. И вот что интересно в европейских странах, да, даже не в европейских, в России, тариф на обращение с отходами в несколько десятков раз выше, чем у нас. То есть мы должны стремиться сохранить этот тариф действующий, как можно дольше. А что это значит? Ну, давайте, допустим, в Италии тариф на обращение с отходами, один гражданин в год платит 63 евро в год. Мы, как гражданин, платим 6 долларов в год. Чем больше мы извлечем и население поможет извлечь вторичного сырья из отходов, тем дольше сохранится вот этот минимальный тариф. Если мы не будем задумываться, да, конечно, нам дешевле это взять, все и сжечь, так? Ну, тогда тариф будет уровень, сами понимаете. На это, в том числе, направлен и экспериментный проект спецкоммунтранса в частном секторе Гумеля. Расскажите буквально коротко об этой инициативе. Мы начали этот эксперимент еще с 90-х годов, когда делали контейнерные площадки, закрывали мусоропроводы, ставили разного типа контейнера для того, чтобы максимально извлечь вторичных ресурсов с коммунальных отходов. Сейчас эта практика просто пошла уже и в частный сектор. То есть, если дворовые территории многоэтажек уже достаточно давно охвачены вашим вниманием, то сейчас решили прийти, по крайней мере, постараться в частный сектор? Суть эксперимента в чем? С 2018 года мы населению предложили государственные программы, предложили расставить контейнера. И одни отходы в одни контейнера, другие вторичные ресурсы в другие. Эти контейнеры вы предоставили владельцам частных подворий на безвозмездной основе, в аренду? Конечно. Это государственная программа. То есть, в республике существует закон об обращении с отходами. Мы, как перевозчик, как организация, которая занимается отходами, исполняя государственную программу, обеспечиваем население бесплатными объектами. То есть, контейнера... Только сортируйте. Только сортируйте, да. Что показало время? Время показало, что количество вторичных ресурсов, коммунальных отходов, растет с каждым месяцем. То есть, люди понимают, что надо выделять. Которые не понимают, звонят, объясняем, что вот это туда бросать, это туда. Спасибо большое за это интервью. Оно еще и хороший повод задуматься. Успехов в делах. И до встречи в эфире. Спасибо. По традиции в это время мы начинаем цикл сюжетов, посвященных лауреатам премии Гомельского облсполкома «Человек года». Как известно, ежегодно в День независимости Беларуси в нашей области почетного звания удостаиваются 7 жителей региона. Лауреаты определяются в 7 номинациях. Служу Отечеству, Человек на земле, Руководитель, Лидер, Призвание, Мастер, Открытие. Герой сегодняшнего сюжета – председатель СПК «Дружба-Овтюки» Сергей Довгяла, одержавший победу в номинации «Человек на земле». В Калинковичский район отправилась Светлана Князева. Сергей Довгяла – не случайный человек на земле. Он родился в деревне Новые Громыки Ветковского района. Семья занималась овцеводческим хозяйством, так что к труду приучен с детства. В свое время Сергей Довгяла с отличием закончил Будокошелевский техникум по специальности техник-механик. После поступил в Белорусский институт механизации и сельского хозяйства. Работал в Добрушев, агрокомбинате «Новый путь» инженером по переработке молока. Затем 7 лет в управлении сельского хозяйства Калинковичского райисполкома. Сначала ведущим инженером, потом главным. Потом мне предложили идти в хозяйство. СПК Голевское. Я думаю, что надо сходить, посмотреть. Потому что со стороны командовать хорошо. Но лучше побыть здесь, потому что я думаю, что здесь более интересно. В свои 34 Сергей Довгяла начинал работать в сравнительно небольшом хозяйстве. Всего 4 деревни входило в его состав. Постепенно присоединяли новые села. И СПК Голевское превратилось в СПК «Дружба-Овтюки». Сегодня это 11 деревень, 4 сельских совета. Хозяйство делает ставку на животноводство и выращивание кукурузы, фуражные и на семена. В СПК «Дружба-Овтюки» умеют не только хорошо работать, но и весело отдыхать. Знаменитые автюковские фестивали юмора, которые уже перешли в разряд международных, проводятся в том числе благодаря помощи Сергея Довгяла. А еще в хозяйстве 11 коллективов художественной самодеятельности. Я думаю, что очень важно людям создать честь, уважение и дать возможность человеку почувствовать, что в первую очередь решает он то, что здесь происходит в нашей деревне. И все зависит в первую очередь от труженика, который работает на месте. Забота о людях для Сергея Довгяла на первом месте. На строительство жилья хозяйство брало кредитные ресурсы. Теперь 63 молодые семьи обеспечены благоустроенным жильем. Практически с нуля в Сыроде построена школа, физкультурно-оздоровительный центр, ФАП, асфальтированы дороги и газифицированы дома. Сделаны ремонты в школах. Немалая личная заслуга Сергея Довгяла и в деле строительства на территории хозяйства храмов, призванных возрождать и развивать традиционную православную духовность. За что, кстати, Сергей Иванович отмечен наградами православной церкви. Я думаю, что главное человеку, чтобы он имел возможность хотя бы раз в неделю, в это воскресенье, прийти в храм, чтобы мог и помолиться, чтобы на душе у него было и спокойно, и радостно. Как руководитель Сергей Довгяла пользуется большим авторитетом работников трудового коллектива. Вероятно, именно поэтому избиратели в третий раз доверяют Сергею Ивановичу представлять их интересы в районном совете депутатов. Возглавляет Сергей Довгяла и постоянную комиссию по аграрным вопросам. А в 2013 году указом президента страны наш герой был отмечен медалью за трудовые заслуги. Среди многочисленных наград теперь есть и диплом о присвоении почетного звания «Человек года Гомельской области». Светлана Князева, Сергей Лукашук. Новости недели. Отметить юбилейную дату в футбольной истории города и увидеть премьеру спортивной драмы. В кинотеатре имени Калинина на этой неделе организовали праздничный показ новой киноленты «Стрельцов». Прокат российского фильма приурочили к 110-летию гомельского футбола. Праздничное мероприятие также включало открытие фото-выставки, игровые зоны и чествование ветеранов спорта. Подробнее об этом и других культурных событиях недели расскажет Анна Корольчук. Фильм об Эдуарде Стрельцове рассказывает историю 20-летней звезды советского футбола. Молодой человек готовится блестяще выступить на чемпионате мира в Швеции. Но за два дня до отъезда недоброжелатели ломают его судьбу. И когда, казалось бы, дорога в большой спор для Стрельцова закрыта, он решает совершить невозможное и доказать, что он чемпион. А пока зрители ждали премьеры в холле кинотеатра, развернулась выставка материалов по истории гомельского футбола. Архивными кадрами и экспонатами поделились чемпион Беларуси по мини-футболу среди нефтяников Вячеслав Мишарин и спортивный журналист Сергей Вершинин. Выставку дополнили современные репортажные снимки фотокорреспондента гомельских ведомостей Анны Пащенко. За полчаса до премьеры можно было попробовать забить гол профессиональному футболисту и сделать селфи. В кинозале гостей встретила тематическая программа и чествование ветеранов гомельского футбола со знаменательной датой. Чуть! У меня нюх на это уникально! От меня ничего не скроется! В этом доме пахнет! Убийство! Парадовали гомельчан премьерой в областном драмтеатре. Черная комедия по пьесе испанского драматурга Алонса Мильяна «Циане стыкались с молоком или без». По сюжету молодой Энрике привозят невесту в небольшой испанский городок для встречи с родственниками. В воздухе пахнет кофе и приближающейся грозой. И странная семья замышляет что-то темное и ужасное. Испанские страсти и тонкий юмор заставят вас смеяться до слез и плакать от смеха. Спектакль поставила молодой минский режиссер Мария Матах, которая впервые работала с гомельской труппой. После вынужденного длительного перерыва в выступлениях открыл концертный сезонный гомельский симфонический оркестр под руководством Мурата Асуила. Вивальди концерт в колледже искусств имени Соколовского прошел с аншлагом, а билеты были раскуплены задолго до мероприятия. Со сцены прозвучала оборочная музыка XVIII века, легендарные времена года, а также мелодичные скрипичные концерты Антонио Вивальди в исполнении солистов коллектива Сергея Германа и Ольги Дроженко. Кстати, совсем скоро любителей классической музыки ждет очередной сюрприз. В этом же зале 7 октября пройдет концерт в формате «Бетховен 5 в 1». Впервые в рамках одного вечера в трех отделениях прозвучат все пять фортепианных концертов маэстро. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. Спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok